Тело Христово. Руководство по эффективной ходатайственной молитве и духовной войне. Мир вам, друзья! Приветствую вас на блоге Виктора Бусла о познании. Друзья, если мы сейчас оденем полицейскую форму и начнем ходить по соседям, выяснять отношения, нас будут слушать как представители о власти или нет? Все зависит от того, работаем мы в полиции или нет, так ведь? Наша молитва, с которой мы входим в духовный мир каждый день, мы работаем у Бога или нет? У нас есть полномочия говорить от имени Иисуса Христа. Молитва и тело Христово. Ходотайство от имени тела Христово. Еще одно условие для успешной ходатайственной молитвы – это ходотайствовать в духовный мир от имени тела Христового. Это намного проще, чем звучит. Просто нужно быть обязательно частью живой, имею в виду не онлайн церкви. Нужно быть обязательно частью живого общения святых на земле. Церковь – это строение Божие на земле, созданное не от желания человека, а с инициативы Бога. Иметь старших руководителей и, конечно, желательно иметь какие-либо обязанности участвовать в жизни церкви. Успешная ходатайственная молитва. Я много говорить сейчас на эту тему не буду. Затрагиваем только общие понятия в успешной ходатайственной молитве. А вообще все, что я рассказываю, это как вода для рыбы. Для нас вода – враждебная среда. Мы можем погибнуть. Но для рыбы она гибнет у нас на воздухе. Так вот, для ходатайственной молитвы, такие понятия, как власть верующего, границы молитв, молитва от имени тела Христа – это нормальные, простые, обыденные вещи, которые обычны для христианина, который действительно любит Бога. Сегодня мы более детально и на примере рассмотрим, что значит молиться от имени тела Христового на земле. Откройте для себя силу тела Христова и успешной ходатайственной молитвы в теле Христа. В этом видео вы узнаете, как молиться от имени Церкви – тела Христова и войти в духовную сферу для эффективного ходатайства. Присоединяйтесь к нам, когда мы исследуем важность молитвы в единстве с телом Христа, Его Церкви, для успешных результатов молитв. Не забудьте подписаться на больше контента о молитве и духовном росте. Молитва в Духе – ключ к успешному ходатайству от имени тела Христова. Чтобы знали нас в духовном мире – человека. Кстати, в духовном мире могут знать, а могут и не знать. Вполне могут слушаться, а могут и нет. Посмотрим, что на это говорит Библия. Откроем книгу «Деяния», 19 глава, стихи с 10 по 17. Это продолжалось до двух лет, так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и элины. Бог же творил немало чудес руками Павла. Так что на больных возлагали платки и опоясание с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Даже некоторые из скитающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря, «Заклинаем вас Иисусом, которого проповедует Павел». Это делали какие-то семь сынов иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ, «Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они, нагие и избитые, выбежали из того дома. Это сделалось известно всем живущим в Эфесе, иудеям и элинам, и напал страх на всех их, и величаемо было имя Господа Иисуса. Это книга «Деяния», 19 глава, стихи с 10 по 17. Стих 15. «Злому духу был известен Иисус Христос и Павел. Они много проповедовали, освобождали и т.д. Но мы посмотрим на другой вопрос. Злой дух сказал о знании и незнании в духовном мире. Два различных мира. В общей сложности обычного, рядового человека в духовном мире не знают. Почему? Буквально. Обычный человек не может никак действовать в духовном мире. Это, безусловно, два разных мира, и связи между ними нет никакой. Духовная личность ничем не может пользоваться из материального мира. Также и человек не может пользоваться ничем из духовного мира. Нас соединяет только Бог. Это рождение свыше или по-другому стать Дитем Божьим. Это день Пятидесятницы, когда люди приходят к Богу с верой в Иисуса Христа и что Он сделал для нас. Рождение в духовный мир. Все, что я пишу далее, это все один акт Бога, только описанный с разных сторон. В этот день, день покаяния, Бог принимает людей, прощает им их грехи, покрывает своей праведностью. Исполняет их с Духом Святым и получают, рождаются свыше или становятся детьми Божьими. Все это называется термин «рождение свыше», «рождение в духовном мире». Теперь, хоть мы и живем на земле, в теле, но мы уже являемся и частью духовного мира, как дети Божьи. В теле Иисуса Христа, Его невесты, Церкви. Это станет более видно, когда придет время и Церковь воскреснет. А сейчас это тело Христа на земле, Его строение – это Церковь. Поэтому очень важно быть частью живой, поместной Церкви и иметь общение с братьями и сестрами. Радоваться и переживать трудности, но с Церковью, с теми несовершенными, как и мы, людьми. Пока в конце времен Дух Святой не воскресит всех детей Божьих и освободит во всей полноте. Ходотайственная молитва сильна не от Виктора Буслова, как человека, с его человеческой властью, а от части Церкви, тела Христа на земле, христианина Виктора Буслова, служителя, который, разумеется, принимает причастие и является членом Церкви. Раскрытие силы молитвы – тело Христово и успешная ходотайственная молитва. Давайте посмотрим на эту ситуацию с другой стороны. Я расскажу мое свидетельство, именно как части тела Христового на земле, обычного христианина. Когда-то, в 2000 году, Бог позвал меня к Себе. Я услышал Его и, мало того, отозвался на Его призыв. Бог через Своих верующих привел меня в Свою Церковь – тело Христово. Церковь и все, что там происходит, буквально, для меня было абсолютно новым, новые знакомые, новые правила, новый мир. Но в Церковь я не пришел и не принес Свои условия. Я смирился и принял то, чему меня научили там. То есть я покаялся в неверии в Иисуса Христа и в Своих грехах. Бог принял мое покаяние и дал мне свой дар праведности. Оправдал меня в Своих глазах. Бог Отец дал мне рождение свыше, как называют второе рождение свыше. Исполнил меня Духом Святым и назвал меня Своим Сыном. С того времени, собственно говоря, я могу назвать Его Своим Отцом Небесным. Принял водное крещение и крестился в Духе Святом. Дух Святой на молитвенном служении дал свой дар. Знамение дар иных языков. Кроме того, с тех пор у меня нет сомнения в том, что Бог исполнил меня Духом Святым. Я стал частью общения, частью Церкви и частью общения святых. Там, к тому же, меня научили, что нужно делать, молиться, читать Библию и так далее. Рассказали, собой-собой разумеется, что нужно оставить в своей жизни, что изменить. Стать частью Церкви. Я стал частью Церкви, стал членом Церкви. Так было в уставе Церкви. И начал принимать причастие как член Церкви. Посещать собрания. И, конечно, у меня были старшие руководители, которые могли как похвалить, так и наказать. И это нормально. У меня, конечно, появились права как члена Церкви. Но в то же время и появились обязанности. Я лично, это в моем характере, почти сразу начал служить. Сначала просто следил за днями рождения и говорил своему старшему служителю. Так я, попросту говоря, приращивался к Церкви, к телу Христовому. И вот уже более 20 лет я много ездил по разным городам. Всегда, в первую очередь, искал здание Церкви и шел на собрание. Только там я чувствовал, что я дома у Отца Небесного. Кто так же ездил по разным городам, хорошо меня поймет и согласится со мной. Что когда идешь в совершенно незнакомый город, совершенно незнакомую церковь, сначала стесняешься. Но когда начинается хвала и поклонение, после чувствуешь себя как дома. Получаешь, стоит отметить, какое-то внутреннее единение и утешение. Ты дома. Если вы переживали такое в своей жизни, поставьте лайк под видео. Ходотайственная молитва сильна не человеческой властью, а тем, что мы молимся и ходотайствуем за других людей, наступая на змей и скорпионов. Властью верующего и тем, что молитва идет не просто от человека, а, кроме того, от человека части тела Христового на земле. Поэтому, что и говорить, эта молитва и имеет результат в духовном мире. Друзья, я очень коротко рассказал о третьей важной части успешной молитвы. Очень коротко. Так как это отдельная тема и дальше, со временем мы будем больше и разбирать эту тему. Нас сейчас интересует молитва, которая может молиться каждый. Не в зависимости от местоположения, физического и духовного возраста, мужчиного или женщина, это молитва, ведомая Духом Святым. Далее, со временем, мы обязательно будем обсуждать нас как часть Церкви и тела Христова. Но это вместе с тем глубокая тема, и мы придем к ней позже. А пока, как бы там ни было, сегодня мы путешествовали во времени, смотрели, что рассказал нам Лука о сыновьях первосвящений Какевы, и что с ними сделал злой дух. И о том, как нам иметь успешную ходатайственную молитву. Более того, мы еще много будем говорить на теме молитвы Бога Иисуса Христа Духа Святого. Подписывайтесь. Будем вместе путешествовать по страницам Слова Божьего в современном мире. С вашего позволения, сегодня я заканчиваю. Вам понравилась запись или вы получили слово откровения от Духа Святого, то, конечно, поставьте лайк. Когда вы ставите лайк «Мне нравится» или делитесь рассказать друзьям, в результате вы помогаете служению спасению и распространению Божьего Слова. Подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь. Субтитры подогнал «Симон»